Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня очень интересный расклад. Старинное цыганское гадание на судьбу. Так, будем смотреть, мои дорогие. Старинное цыганское гадание. На колоде Ленорман. Сегодня в работе мистический Ленорман. Сейчас буду, знаете, как делать? Вы часто спрашиваете о том, какие колоды использую. Я буду просто класть коробочку здесь, и вы будете видеть. Там и название, и если приблизить, да, можно посмотреть, что там, как колода выглядит и так далее. Так, поэтому сегодня у нас очень классное гадание. Будем смотреть. Так, когда свечку зажигаем, да, сразу же прям чувствуется очищение. Итак, мои хорошие, подумайте исключительно о себе, и я буду смотреть тоже на вас. Вот так. Так. Итак, это вы. И что на сердце? Что для дома? Для дома. Для семьи. Что в дороге? Или кто в дороге? Будем смотреть, что в дороге. Что на пороге уже? На пороге. Что будет в итоге? И чем успокоится сердце? Чем сердце успокоится? Так, этой последней позиции не было видно, но я думаю, что вот так будет хорошо. Так, смотрим, мои хорошие. Так, у нас первый вопрос, что на сердце? Да, что на сердце? Здесь вы сама у себя на сердце. Небольшие какие-то есть сомнения и по поводу того, что, возможно, вы там что-то достичь хотите, есть какая-то закрытая ситуация. Ну, вы сама у себя на сердце. Ваше желание какие-то, ваши, может, мечты. И, возможно, вы, наконец-то, влюбились в себя. Возможно, вы... Ну, тут есть какие-то, знаете, ряд негативных переживаний, да, по поводу недостижения цели. Но вы какую-то цель для себя явно поставили. Тут у меня гора. Она часто говорит о том, что, тем более человек, что вы, поставив эту цель, реально можете прийти к ней. Вот, пожалуйста, женщина, такая красивая, это вы. Вы сейчас, возможно, не знаете, как выбраться из какой-то ситуации. Окей, это будем всё рассматривать. Так, хорошо. Вот это начало, да, то есть это сигнификация. Дальше мы смотрим. Дальше мы смотрим, что у нас здесь за позиция для дома. Для дома. Здесь вы сами... Тут какая-то ссора может быть. Это когда вы... Ну, тут как раз сам дом и вышел. Проявляете некую мудрость для того, чтобы сохранить целостность, стабильность, благородство вашей... Ну, как, какой-то ситуации, вашей позиции и так далее, да. То есть здесь вы хотите, чтобы в вашем доме был всегда эмоциональный и, в принципе, обычный, да, порядок. Вот, потому что здесь какие-то могут быть трения, ссоры. Ну, у вас тут всё будет хорошо. То есть для дома здесь как нельзя лучше. То есть вы регулируете этот вопрос. Так, тут ещё такой момент, что возле дома у вас какая-то есть змеюка. Это не вы, не из вашего дома. Я сейчас, секундочку. Но она может быть вхожа в ваш дом, понимаете? Тогда мы рассмотрим, потому что мы немножко больше хотим знать, что это за змея, которая прям... Ну, вы уже могли с ней поссориться, и она прям вот очень хочет прийти к вам в дом. Ну, опять же, я вижу, что вы сохраняете целостность вашего близкого круга. И в любом случае здесь не место, да, плохим людям. Так, что у нас здесь? Давайте ещё посмотрим. Так, тут какая-то мадам, какая-то женщина будет напрашиваться в друзья дом. Сомнительные, конечно, друзья. Она будет навеивать на вас больше страху, чем как-то... Как натурально поддержать, если это необходимо. Вы с ней сможете общаться. Первое, что это какое-то сообщение будет от неё. Довольно скоро, довольно скоро это будет проявляться. По письму это очень скорое событие. Так. Очень скорое событие. Причём вы так, когда... Там даже какое-то новое, новое... Для вас какая-то новая информация будет от неё, от какой-то тётки. Какая-то женщина. Ну, смотрите, здесь и крыса, и змея указывают на то, что он не очень хороший человек. Не очень хороший человек. Кто-то в ваш дом хочет зайти. Хорошо. Что она от вас хочет, эта змеюка? Что же? Во-первых, как... Её цель, ваш ресурс, да, то есть собрать, забрать. Во-вторых, вы её как-то держите на дистанции какой-то, и её это бесит. Она очень злится на вас. Тут как-то человек машет шашкой от бессилия. Что она хочет? Ваш ресурс и ваш потенциал. Как вы её узнаете? Ну, там была сигнификация. Она очень милая, благородная, внешне будет себя вести. Да, такая вся ресурсная императрица. Так, скоро проявится. Ну, смотрите, какая-то женщина будет проявляться в ваш дом, стучаться. Возможно, через звонок, возможно, реально в дверь. Поэтому тут говорят осторожнее. Я сейчас посмотрю совет для вас, да? Совет. Совет. В этой ситуации. У вас есть два пути каких-то. Вы можете узнать у неё информацию, которую она хочет вам донести, но не говорить о себе много. Там какая-то информация, вы можете получить её от неё. Да, эта информация даст вам многое. Многое. Какое-то движение вперёд. Окей. Хорошо. Поехали дальше. Следующий вопрос у нас. Для семьи. Да? На сердце, для дома, для семьи. По сути, для дома, для семьи похоже, но всё равно для семьи. Иногда. Для семьи здесь мужчина какой-то. Мужчина-друг идёт из... Вы его... Ну как, вы... У вас ещё не было с ним какого-то взаимодействия длительного, да? Это может быть какое-то знакомство. Да, здесь мужчина идёт именно. Или же человек-друг очень влиятельное лицо с такими мужскими энергиями. Женщина. Если это женщина. Сейчас посмотрю, кто же это. Дружественное настроенное лицо. В вашу сторону. Здесь идёт очень сильная личность, сильный человек. В вашу семью. Причём, мы не в дом говорили, да? А в семью. То есть тут что-то очень интересное. Опа. Смотрите, как карты попрыгали. Так. Что это за человек? Покажите нам, пожалуйста. Так. Смотрите. Первое что? Это будет какое-то сообщение. Окей. Что это? Издалека. Благородный мужчина. Здесь три мужские карты. Ну, такие, знаете. Две мужские точно. И плюс собака. Это как друг. Прям верный какой-то очень человек. Дружественная энергетика. Как вы узнаёте? Как вы узнаёте? Неожиданно как-то появляется человек. Абсолютно неожиданно. Вот вроде как из ниоткуда. Через переписку, да? Я так поняла. Моё, что-то будет. Да, вы вдвоём. Тут завяжется разговор. Какой-то два мудрых человека. Могут разговаривать здесь. На постоянную. Человек скоро проявляется. Который идёт в вашу семью. Да, то есть стать членом семьи, может быть. Если вы замужем, здесь возвращая. Возвращение супруга. Откуда? Где он там был? Вот. Человек в семью. Для чего? Смотрите. Спросила для чего? Для создания крепкого древа семейного. Для продолжения рода у кого-то. Так, смотрите внимательно. Тут опять крысы, которые не хотят, чтобы вы были, например, замужем. Какие-то крысы. Кто не хочет, чтобы вы были замужем? А вот тот, который проявится скоро. Так, смотрите. Будут проявляться два человека. Вот так. Один человек реально к вам в семью идёт. Второй человек идёт для того, чтобы помешать. Это что, одновременно будет? Интересно. Так. У вас будет выбор. Идти в новое или же... О, интересно как. Смотрите. В новое, стабильное. Надо идти в стабильное, новое. Вот. Выбирай дорогу в стабильное, новое. Всё. Тут есть совет. Вот и хорошо. Так. Отлично. Дальше. Следующий вопрос номер четыре. Что в дороге? А у нас тут, в принципе, уже и так показали. Что в дороге? Давайте смотреть. Любовь в дороге. Человек, который ищет к вам дорогу в дороге. Но и также в дороге ищет тот, который идёт следом за ним. Смотрите. Я читаю энергии. Вы должны понимать, да? Что следом за ним это не значит, что кто-то преследует реально вашего человека. Хотя всё может быть. Это тоже может быть, да? Например. Там много примеров, да? Может быть. Но здесь также это энергетически, когда вы ждёте судьбоносного мужчину. Вы понимаете, что вот-вот предвкушение. Это реально как встречу скоро чувствую, да? Есть некая энергия, которая не хочет, чтобы вы были вместе. Чтобы вы не выходили замуж. И вот эти посылы, они могут преследовать этого человека. Но я вижу, что он успевает быстрее. От вас какая-то информация немножко скрыта сейчас. Куда, говорят, не нужно лезть, для того, чтобы это было закрыто. Да, потому что что? Потому что крысы не дремлют. Хотят подгрызть. Ну и слава Богу. В дороге ваша любовь. Замечательно. Так. Что на пороге уже? На пороге солнышко. О, Боже. Смотрите, на пороге мужчина. Слушайте, что это за волшебство расклад опять? На пороге исполнения ваших мечт и мужчина по судьбе. Это мужчина по судьбе. Тут всё. Карты говорят об этом чётко, ясно. Солнце, крест и мужчина. Ваш мужчина по судьбе на пороге. Вот так вот. Сейчас опять пачку, как девушек на моём канале буду выдавать замуж. Они просто пропадают с канала и всё. Что значит иметь правильное мышление и следить. Следить за тем, за чистотой своих помыслов. Никогда не стараться. Негативить может быть в чью-то сторону. А если уже негативим, то просто принимать это и идти дальше. Ну и как прощать себя и прощать людей. Ну в общем как-то так. Дальше. Следующий вопрос. Что будет в итоге? В итоге счастье. Так, смотрите. В итоге у вас будут и деньги, и любовь, и знаете, вы как будете как в своём месте жить, где вам особенно нравится. То есть комфорт, уют, взаимопонимание, общение такое лёгкое с человеком. И вообще в семье. Семья и естественно исполнение желаний. Тут в будущем исполнение желаний, говорит. Что будет в итоге? Всё идёт к исполнению ваших мечт. Давайте. Чем сердце успокоится? Ну, а сердце успокоится тем, что вы найдёте ответ на то, что... Вы как, знаете, как, вот получаете какой-то ключик, да? Вот. Колечко и букет. Вы получаете колечко и букет. Вот. Это, короче, ключевые события. Вот так. Я больше даже сказать не хочу. Я даже не хочу, тут расшифровывать нечего. Мы ведь понимаем, да? Что ключевой человек заходит в вашу жизнь, и вы становитесь просто счастливым человеком. А может, вы такая счастливая были, а он пришёл на ваше счастье. Давайте посмотрим, как вы узнаете этого вашего любимого мужчину. Так, ну, во-первых, его действия будут буквально кричать о стабильности, о чёткости, понимания того, что хочет человек, да? Да, вот. Но есть что-то такое, когда он немножко как с женскими энергиями, то есть понимает и чувствует вас очень сильно. Вот. Дальше я ещё хочу сказать, то есть каждую карту я буду отдельно. Вы можете реально начать разговор с какой-то переписки. Вот так, мои хорошие. Как вам? Понравился расклад? Вы всё видели сами. Вот такую красоту. Мы здесь провозглашаем, да будет так. И так и будет. Спасибо вам, мои дорогие, за то, что были здесь. Спасибо за ваши энергии классные. Спасибо за ваши лайки, комментарии. За поддержку финансово, кто это делает. Я безмерно вам благодарна и хочу, чтобы Вселенная дарила вам подарки в разы больше. Буду с вами прощаться. Всего доброго. Пока-пока.